Что вы делаете? Рыжу, цыбуллю. Бульбу заправить, чтоб пахла доченька бульба. Что у нас сегодня на вечеру? У нас сегодня на вечеру котлетки и бульба наша. Любимая еда наша. А как ранее доченька? Ранее никто ничего понятия не имел. Это в рано блины, а в вечер как закон бульба. Это такая еда. Ну, обед, обедом. Чи на тушить бульбы, чи что на другое зготовить. А то и не зготовить, а другое. Наварила первого. Да и ему первое. Кто выготавливал первое, а другое? Вот котлетки наши уже подрумянились. А что ты добавляла в эти котлеты? Доченька, котлеты из свинина и добавила курацина. Кури купляю в магазине. Грудочку от курочки отрезаю и добавляю у свини фарш. А что курицу купляется? Что свое немало? Вроде своя была. Уже доченька свое кончились. А что только на яйца это уже эти кури, да? Да, только на яйца. Петушков сколько было все посекли. Володина стоит петушков. О! Тоже мать здесь еще не только сама есть. А ты знаешь, что матери же есть кому дать и хочется и поделиться своими детками. Вот это и поделиться, доченька. Вот по вечерам пойдем на наш праздник купалье. Ну да, сегодня шестое. Да, теперь купали у нас на стадионе. Там где стадион для детей, там называется у нас сад. То место называется сад и там мы всегда проводим купалье. А это купалье, доченька моя, чтоб ты знала. Я тебе мой николе не рассказывала, а теперь тебе расскажу. Ты только меня можешь застать, как я вару есть. Чтобы я что-то рассказала вообще. Матери не маколи? Да. Деревня, работа, работа. Я же думала, моя голубка, что я пойду на пенсию, да я буду уже свободная. Я уже буду предоставлена сама себе. Что захочу-то буду робить. Что хочешь, то и робишь в огороде. Не, доченька, не, доченька. То колешь, то копаешь. Пол – это работа туда. Это работа, когда куще в деревне, не только я. Я не то, что хвалюсь, а те, что все люди так живут. Но только зависит, конечно, от хозяйки, всякие ж хозяйки. Как и в деревне, так и в городе. Это купалье. Как я училась, я его привезла с места учебы. За мной училась Аня Дубатовка из Гродненской области. И она мне это купалье, сценарий дала. Я приехала додому. А в детстве мы постоянно работали купалье. Шестого числа вечером распаливали огонь. Да все, но без всяк. Не по сценарии, а так. Работали, прыгали через костер. Прыговаривали разные народные такие пословицы. Да, говорили, я привезла, я же работала директором Дома культуры. Приехала я сессии, привезла это купалье сценарий. И думаю, я проведу его. Ну, понятно, первое купалье у нас было такое примитивное. Вот у нас тут вот закладочкой мы купали. И куполинка у меня была, и призов я накупляла, и афишировала. Люди пришли, много людей было. Мы распалили костер и проверили. Это сколько тебе год было теперь где? Ну, доченька... Во сколько ты поступала? Годом. Я поступала, ты была маленькая. Ну, это уже, ты меня в 30 родила. Да, я в тебя в 30 родила. А тебе в Могодичу было, я поступала. Да, да. А давай уже тогда, на что ты поступила? Какой-то факультет? Режиссерское отделение. Я моя дочушка, как ты знаешь, люди милые. Не хвалюся, но мне хочется просто поделиться с вами. Хочется сказать радость моей души. Мне очень приятно и по сей день, и на пенсии. Теперь я часто вымудой погляжу. Кончила я на красный диплом. Все годы моей учебы, все мои сессии, я не сдала ни одного экзамена на четверку. Моя дочушка. Я тебя просила, доченька равняйся на матеру. На красный диплом цени. Да. И на повышенные стипендии цени. Да. Я тоже училась. Было трое деток. Оставляла дома хлопцев. Тебе оставляла маленькую и батьку засадить на печь. Ты не видела, что я самоданчиком уже поехала на сессию. Это я помню. А сам меня провожала. И вот уже я прыгаю, рассказываю. Ты прокупала, прокупала. Ты привезла сценарий. Я привезла сценарий и провела первый раз это купалье. Провела первый раз купалье, провела другой раз купалье. Уже в районе узнали, что мы проводим купалье. Уже в районе попросили мне привезти сценарий. Я завезла в методистов свой сценарий, и после этого через несколько, еще, правда, годов несколько мы проводили сами, в районе никто не проводил. Это все пошло от меня. Купание, это моя теперь все и район проводит. Твоя заслуга. Моя заслуга. И я знаю, что никто не отметит, кто внедрил этот праздник в районе. Да, уже никто об этом и не помнит. Теперь уже молодые специалисты. Ну, вот я этого не знала. Да, доченька. И вот, так и мы помочеваем, и пойдете, накупали. Ты спрашивала об этом фарше. Свинина наполовину скураченою. И так, как в данный момент мне сухого батона сухоров не оказалось, я картошечину старковала. А с картошкой даже котлеты вкуснее, чем с белым хлебом. Ну, она такая, я вижу, вот такая прям сочная, мягенькая получилась фарша. Вкуснее, вкуснее. Мог, кто и не знает, то так, что люди, дорогие, нема батона, можете картошечку старковать на терке, как на граничке. На этой терке и отжали, рукой отжали, отжали, чтобы без водички, чтобы она не была жидкая. И добавляйте фарш. Уже на вашу... И вот так, доченька... Что еще, что еще, подожди. Так мы стали проводить. Я уже расскажу тебе... Привезла я из сессии, привезла тоже коллеги дали. Мне сценарии солдатских матерей и вдов. Начала я проводить в своем Доме культуры. Те семьи, у которых мужья на фронте погибли, Те дети, у которых родители погибли на фронте, Именно отцы. Начала приглашать в клуб на 9 мая. И начали мы проводить такие вечера. А, я помню, когда вы даже зачитывали эти письма солдат. Да, это у меня была в коллективе, в моем коллективе в народном. У нас мы защитились, получили звание народный, фольклорный, этнографический коллектив. И была женщина, Екатерина Ивановна Коротышевская, Царство Ей Небесное. Я ее так любила. Она такая была умница. Она была солдатская вдова. Ее муж, она была молоденькая, Моей было 16, и вот пошел на фронт, И единственная дочка, вот его осталась дома. И он погиб. Погиб, и вот мы проводили праздник, Она у меня была первая в списке. И участница моя, одновременно на сцене поймала, И мы ее чествовали всегда, пока она была. Потом уже не стало ни одной солдатской матери, Ни одной солдатской вдовы. Естественно, прокрасили. Ах, мой зайчик пришел. Ах, мой любимчик пришел. Мам, а готова котлета? Готова котлета. Сейчас, ну что, готова котлета. Уже готова. Готова, почти, почти готова. Только аккуратно, Паш, там стреляет. Вот, внученька, бабушка еще, Бабушка еще картошечку сварить, Вот у кастрюлечки, вот, готова. О, какие красивые. А мама, подожди, а зелень, Ты не договорила про фарш? Что там еще? Яйцо, соль, вот это понятно. Соль, а яйцо добавляла или нет? Да, да, два яйца убила, Чтобы они не разваливались. Не разваливались, А они разваливаться не будут. Зелень тоже тут, цыбулька зеленая. Да, цыбулька зелененькая. Ну, можно репчатую добавить, да, У кого там не масло. Добавила и репчатую, добавила и... Бабуля, надо вилка. Так, доченька, дай мне. Бабуля, надо вилка. Пошел с вилкой. Нет. Мое солнышко. Есть у меня вилка, есть. Так это он уже сам готов есть. Бабуля, надо вилкой уже завел. Ай, нашел маленькую Лолечку. Будешь кушать ложечкой? Да. Молодец. Ты ничего в районе, доченька, не проводил День памяти на кладбище. Это на Радунице. Я тоже мне дарила этот праздник. Я тоже привезла от коллег из сессии. Сонарин, ты мне дарила этот праздник. И мы начали проводить Радуницу на кладбище. Там свет, кабель проложим себе, аппаратуру подключим, ведущие ведут. И списки. Списки молодых матерей. Сколько кто помнил, сколько кто мог вспомнить, и какие же молодые матери у кого помирали, в каких семьях. Поставляли детей список. Молодых отцов тоже список. Молодых детей список. И вот по такому сценарию мы вспоминали всех, зачитывали всех. И минутка молочания была. И батюшка приглашали. И батюшка всегда был. Мы уже в Кульчок из Погородку. с нами на кладбище. И так мы проводили День памяти. А люди, другие синие записывали на людей. Мы попробовали. Уже по котлетке с Павликом. Супер вкусно. Спасибо. На здоровье, моя домичка. На здоровье, моя Любочка. Очень вкусно. Я же жару, чтобы было вкусно. Ну да. Я же жару. Заедешь домой, то будешь саменька уже готовиться. Пока у мамы, то стараюсь. Стараюсь, чтобы туда трошечки облегчить. Убийка. Хватает Павличка. Спасибо, мама. Требово цельно у нас таки. Все ему интересно. Все ему прожили. Да вот так, доченька моя. Вот так. Вот так унедрала я мероприятие. Радуница, День памяти. Люди были довольны. Люди благодарили. Подходили. Просили у меня. Федоровна, запиши. Запиши еще моего батька. Запиши еще мою матерь. Но записывала, хоть он уже не подходит к тем людям, о которых я вспоминала. Но раз люди просили, они прожили. Записывали, вспоминали. На Радуницу собиралась масса людей. Наше деление большое. Людей у нас много. Уже уменьшается людей. В то время, когда мы работали, было много. Так и проробили моя голубка. Так и проробили донечка в свою жизнь. Я 30 лет отпахала в культуру. Я и по сей день считаю себя культработником. И я всегда в любой ситуации, в любой ситуации я себя останавливаю, и я себя одергиваю, и я себя сама себя вспоминаю, что я человек, проработавший в культуре 30 лет, что я себя считала культработником и считаю. И что мне где-то опуститься, где-то пасть лицом в грязь не к лицу. Я всегда я культработник. Мне это нельзя. Я должна нести культуру массы. Я должна быть в первую очередь сама, человеком. С большой буквы. Да, так и есть. Поэтому да. Поэтому да. Да еще и характер, да еще вот такой характер, чтобы не обидеться, чтобы не оскорбить человека. Ну все, голубка, выключай котлетки. Уже дошли до кондиции, готовенькие. Вот картошечка наша варится, зараз закипает. Да. Вот картошечка. Ох, да. Уже закипает. Зая. Все уже меньше сделала? Да, сделала меньше. Я еще, доченька, хочу сказать тем людям, кто интересовался, откуда у моего деда, Поляченька, у моего деда Андрейка, были гроши, что мы так его окружали и так тросли, тросли его карманами. Мы тросли его карманами. Он у нас был мастеровым человеком. Он в то время, а то еще мое детство, робил всем окна, столярку робил, окна, двери, у сараи, у хлев двери, у хату двери. И сделать двери, как я теперь помню, мы же все часто у деда были, заходили до деда, и ночевали у деда, и сделать эти окна, эти двери, и взваливая на плечи, и вдоль села, вдоль деревни, понес, к тому заказчику. И сам занесел. И сам занесел. Ага, дед понес двера, сейчас он придет с грошами. Дед приходит. Дед приходит уже до дома, и дед, гроши есть в тебе. Дед сразу раз, шукайте. И кто сколько вытягнет? И троячку, и пятерку, рубли, а уже копейки, то уже. А такая баба была покойная. Баба молоденькая, умерла баба. Умерла 50 годиков. Порок сердца был. А дед остался уже с дочкой жить. Дочка вышла замуж, разошла со теткой Маня, моя мать, родненькая сестрочка. И родила она, родила она, незаконно бы, вне брака. Собе девочку, сестрочку для нас, двоюродную, Надюшу, которую мы любим и считаем за родную и сестру. И вот этот дед наш жил за той дочкой с теткой Маней. Жил. Надька там была одненькая в них, а у моей матери, слава Богу, у нас было, я же скажу, семеро. Ну да. То и баба, и дед, они уже глядели, та дочка была необиженная, понятно, у деда, у бабы, пока баба жила, а потом и за дедом. А моей матери помогали. Помогали, чем могли. Выйду, выйду мне, когда на улицу, глянул вдоль дороги, а дорога прямо везде, в ту деревню, где жив, в Дребске. И далеко-далеко видно, ага, иди моя баба, иди наша баба, уже мы навстречу Богу Мою. А она иди, и уже въед клуночок за плечами, приносит того клуночка, у хати розтилает, посеред хаты развязывает, у нас, говорят, дедушка, такие беленькие дедушки, льняные, розтилает эту дедушку, а там, у той дедушке, что, в то время нам казалось, что хочешь. Она сварит эти кашки, горшечок, она, загорнив, ручничок, принесе, нам принесе, у бабы, у город, добрый был, земля добра была, нагля помидоры родили, такие, теперь помню, такие вот большущие, помидоры розовые, этих помидоров принесе, сахар, теперь помню, в то время мы казали, крымский сахар, такие великие куски, такие, не квадратные, а такие, многогранные куски сахару, той сахар, и цибули, зеленые, перьем нащупают, бо у нас огород высоковатый, особо не росли, цибули они все. И я же скажу, как раскрыть эту дедушку, яблок белый налив, их смачные были, а у нас еще сада не было, яблок белый налив, дуль таких, груш, смачезных принесе, и это уже внучечкам принесе. Ну понятно, я была милая, то и что матери, и у нас не было семеро, что матери мы было, каких-то четверо, мы пятеро, в то время, как баба была живая, я говорю, а потом мать, и еще родила. Ну, нас много, мы приучены к труду, мы жили, хоть у нас детей было много, но мы жили в достатке. Мать и отец были сильными трудяги, горовали, отец ездил на Украину, спасибо этой Украине, наших людей держала она, поедет на Украину, лето поработает на Украине, привезет грошей, а мало грошей, привезет машину, кузову, привезет машков, с пшеницей и мукой, а муку тогда называли маримон, привезет маримону, и моя мать, на му детстве, каждую неделю, печево, булок, пакала, а где его уже, не ма булок, а мать моя спача булок, а они просят Наде, дай нам булки вынеси, подружки, подружки, а я ж, как мать не бачила, от кронса и добрый куст, то я булки, и на улицу вынесу, и уже по розловим, разловим по куску, съем, и все едят, да, а кабанов держали, тоже, били по три, по четыре кабана в год, мать и с датьком, а кабана, кабана забито, великого, корова кабана, не то, что какие-то, маленькие на сто килограмм, а по триста были кабаны, мать не леновалась, она с дружечкой поля пойде, принесет, тем поросятам, зеленька, и все, и все, они не голодали, хозяйство не голодало, моя матерь, корова была, годовали, бички, да сдавали, великие, то батько завозил на базу, сдавать бичка, то той, что принимает, да каже, ну, дядько, мабыть, ты одним и булками его кормил, этого бичка, он трасец, все на юм, такие жирные были, жирные, да, по четыреста, по пятьсот килограмм были, бички, вот так вот, горовала мать с батьком, и мы же им помогали, мы же только поднялись, только могом, могом ту дружку нести зелем, то уже носили, и с матерью упали, и с батьком на покосе, кругом были, да, или все равно веселое детство, хоть и тяжкое, но все равно, да, доченька, да, веселое, конечно, у мати кросно че, и песню спевает, а теперь, где почуешь, куп работу робили, да песни пели, не коли, сборутся, сборутся, и на лавочку, уйти в свято, чи в недельку, сборутся на лавочку, жонки, и песню затянуть, на всю, на всю улицу, звенит песня, а теперь же ж, никто не те не поет, а коли, кто запел где, то каже, это уже, можно пилися, да поехать. Сюжая крыша поехала. Это уже быть диво. Да. Это уже быть диво, чтоб песню поюзть. К сожалению. Да, да, да. Да вот так, доченька, прошло мое детство. Вот так прошло мое детство. Кончила 10 классов, да познакомилась с батьком. Любовь. Сюжет, да. Все спрашивают, много-много комментариев, но я же тебя читала, что просит рассказать, чтоб ты рассказала именно вот эту вашу love story, любовную историю, да. Любовную историю, Но это вы же вдвоем обязательно, так ли? Это мы уже, как будем вдвох, как будет и папа, папа заняться сейчас на дворе. То мы расскажем, да, познакомились, познакомилась, а я на вечер, сюжет и шел в армию, а папа ж музыкант, папа ж был директором дома культуры, да музыкант. Все, 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 мама, я тебя тут на этом остановлю. Где яка ловчайшая девка, доченька, то его. Ты что? Да, и стоя, и ту провожав, и ту провожав, и ту провожав, стоя и ходить, а девки такие, из таких семей, из богатых, где же я, где же я, он уже сразу стрелил на вечер, за мною. Да. Думаю, не, у меня такой характер, что я, не надо, ты мне. Чеба я девка, ты мне не надо. Ладно, дальше расскажем потом, с папой. С папой хочешь, да, ну хорошо, с папой. Я же говорю, будете вдвоем, это да, вот по, эту тему подумаем обязательно. Это вам такая предыстория. Да, да вот. Да, так что работали вы, конечно, очень много. Да, доченька работали, а вечером, а вечером, была такая, может даже и глуповатая привычка, бамкало робили. Бамкало? Робили бамкало, да. Мы тоже робили. И вы уже в своей детстве. Конечно, да. да, бамкало. Шпильку, затыкаем у окна, у дерева на той шпильце висит какая-нибудь бляшаночка такая. У нас болчик. Болчик, да. И вот этой бляшаночке протягиваем нитку, катушку с нитками перекидаем через дерево где-нибудь, чтобы хозяева не упутались, не побачили. Она на уровне, на высоте окна. Та нитка тянется сами заходили, черт век куда. Садим садзел у деревьях и за ту нитку потянем, она бамкало в окно, бамкало в окно, хозяин выйдет, люди не знают еще до Карла. Что это за черт? Что это? И дерева тут немало. Что это стукает в окно? А мы уже там умираем, в корчак сидя. А одному зробили, одним зробили, а в их сын был тюремщик. Да пришел из тюрьмы. Мы только потянули и сидимо в соседа в стозе. Через дорогу в соседа в стозе сидимо. а вон с ножем. А лунная такая ночь. Луна светит, а вон с тем ножем той нож блестит, без зеркала. Пробег мимо стога. Мы зато там помирали в том стожке. Думали, все, капец будет нам. После этого долго не робили этих бамках. Да, да, я снова живился. Знову начали. А как за любовными парочками следили, начинаются танцы вечерком у теплого наполянца. Где танцы? У теплого наполянца. У нас гармонист был Андрей Гурбанович. Наш. Наш зараз он самодеятельный, композитор, пишет песни Андрей. А в то время был музыкантом и он играл часто. Начинается танцы у теплого наполянца. Мы уже на этих танцах где-то сбоку, я уже рассказывала, как мы тоже танцуем, дрипаем, нас взрослые отгоняют, а мы все равно дрипаем. Дрипаем, дрипаем, оно уже начинает расходиться после танца по парам. А нам же нужно подчековать, как будут целоваться, как будут обниматься да миловаться парой. А мы нужно жить за парой. А как бы не заметила, далеко эта пара отойдет. А мы далеко, потому что близко будет заметить, прогонять, далеко не по людских оградах, по людских оградах, обогаем, кругом, они идут, сядут на лавочку, поэтому по людских оградах обогаем, кругом, и сядем на лавочку, и текуем. Также я тековала, и за своим человеком, что теперь он у меня человек. Что серьезно? Он всегда проводил девчину в нашей деревне туда, далей, за нас, около школы она жила, неновенец, и у нас на лавуце садился. А мы уже знали, что он садится у нас на лавуце, мы то заранее зашли к нам в город, сели в Безу, в Ширейне, и сидим. Сидели мы, сидели, сидели мы, сидели, нема, они идут. Сидели мы, сидели, вышли мы, а но мы вышли, они уже давай снова добираться до того Безу. Добрались до того Безу, а в том Безе она же многому, человек 5, то и Беза поскрепляет, порипляет, голина треснет, там что, они почули, что не кто сидит. Знаешь, Действительно, что мой дядя Ких-Ких. Дядя Ких-Ких, уже ж. А, ну да. Не бачивши, как целуются, как обнимаются ни звука, никому приказ. Ой, не могу. А но они сели, а он уже нинка, нинка, а мы га-га-га в том Безу. Я думаю. И ходу из того Безу. Может, не догадался, что тут и сама хозяйка той хати. Ну да. подали самим. Интересно. Ой, доченька, интересно. А черешни, а черешни, как у кого были? Теперь то хихих волом. Даже и мы, мы в этом году нарвали 300-400 кг черешин сдали. Море. А раньше, что-то редко, у кого были черешни. Редко, у кого были черешни. От были у одной жёнки черешни, а мы, хлопцы, пойдуть, галинку, спилять с твоей черешни. Прямо ж галинками. Галинку. На полече ту галинку приносить к нам, а мы битые вороняки. Пока оборон ту черешню, пока обьямо ту галину, мало. И еще одну. И еще одну нам спильвают. И еще одну приносят. Интересно, потому что вот так вот были. Весело жили. Тяжеловато жили, как говорят люди. Трудно, но весело. Интересно. Итак, вот она наша вачера. Готово. Салатик с огурчиком с зеленым лучком. Кусные котлетки. И как же без картошечки, то есть без нашей бульбы. Так что все. Всем приятного аппетита. Надеюсь, что это видео вам понравилось и вы обязательно напишите свои комментарии. Мы ждем их, как всегда. Ну а на этом пока. Вачераем, доченька, и пойдем на купалье. Да, пойдем. И запишешь наше купалье и покажешь всему доброму миру наше купалье. Как у нас проводится. Обязательно. Папа, папа, ходи в очередь. По нашей традиции. Да. По нашей традиции. Так что все, садимся и смачно есть. Смачно есть тебе. И да, до встречи. Пока-пока. Будьте счастливы. Продолжение следует... Продолжение следует...